Колокольные звоны разносились в трех городах Чувашии. Фестиваль «Волжские перезвоны» собрал 14 звонарей со всей России. Из Москвы, Архангельска, Ярославля, Санкт-Петербурга. Три дня они путешествовали на теплоходе, причаливали к городам, где не только показывали жителям свое искусство, но и обучали всех желающих. С ними под музыку колоколов по Волге прокатилась и наша съемочная группа. Передвижную звонницу смонтировали прямо на палубе. Дело не простое, ведь это музыкальный инструмент, который нужно правильно настроить. Колокола, к тому же, очень тяжелые, даже малые зазвонные, весят около 20 килограммов. Многим кажется, что колокольный звон – это очень просто. Казалось бы, дернул за веревочку и получил звук. На самом деле колокольных звонов огромное множество. Они бывают и праздничные, и будничные, и венчальные, и встречные. А у каждого колокола есть не только свой голос, но и название. Малые зазвонные, подзвонные, большие благовесные. Все о колоколах знает руководитель Чебоксарской школы-звонарей Илья Михайлов и может обучить любого этому искусству, даже нашу съемочную группу. Александр Кожемякин из Архангельска обучается колокольному искусству всего 4 месяца, но уже трудится звонарем в Спасо-Преображенском морском соборе города. Мой первый фестиваль, моя первая такая вот командировка, еще вот довольно-таки далеко от дома, от севера, вот. Поэтому очень рад, что есть такая возможность, вот, познакомиться с замечательными людьми. Сестры Анна и Мария Дичкова из Москвы 12 и 10 лет большую часть своей жизни уже посвятили колокольному искусству. Они участницы детского звонарного ансамбля, и им даже доводилось выступать на европейских фестивалях. А нравится нам звон колокольный, потому что колокола звучат мелодично, красиво. И наш папа звонарь, ну и поэтому по традиции получается так вот. То есть папа звонарь и вся семья значит звонарь. Уже называет себя звонарем и их двоюродный брат Миша. Ему всего шесть лет, но он знает, как получить не просто звук, а вывести настоящую мелодию колоколов. Потому что мама сказала, чем больше уходишь в кран, чем больше любишь звонить на колокола. Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Ярославль – мастера выступали в разных уголках страны. И каждый раз колокольный звон звучит по-своему. Особенно колокола звучат в горной местности, особенно на равнине далеко разливаются. И очень особенный звон – это известный исторический факт – красота колоколов, которая разносится над водной гладью. Фестиваль организован Республиканским благотворительным фондом «Время помогать», который поддерживает детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник охватил несколько городов республики. В Баринском посаде звонари дали концерт и провели мастер-классы для всех желающих. Также колокольный звон разносился в Новочебоксарске и Чебоксарах. В столице республики после молебна у памятника Петра и Февронии состоялось торжественное закрытие фестиваля. Наталья Егорова, Владимир Синдзеев, Вести Чувашия.